Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Все вы знаете, что Пугачева вернулась в Россию. Много сегодня было сказано об этом, много мнений. И много еще не сказано, если все говорить, так и времени не хватит. Но вы знаете, я, читая ваши комментарии за сегодняшний день, обратил внимание, что очень много комментариев, не то что жалеющих, все адекватно оценивают, что она все сотворила это сама. И даже если, как кто-то говорит, она поехала за мужем, ну, своя-то голова тоже на плечах, что называется, есть. Вы знаете, многие из вас обратили внимание на то, что когда она приехала в Москву на поезде утром, те кадры, где она идет к машине, удручающие, скажем так. Потому что многие из вас написали, что она уже еле передвигает ноги. И на самом деле, вы знаете, я просто прочитал ваши комментарии, думаю, да, пересмотрю. На самом деле, вот кадры на ваших экранах, еще раз. И действительно, она уже действительно, вот то, что было в Латвии у Вайкули, Лайки Ваймоли на вот этом русофобском ее шабаше, она там, я первый раз заметил, что еле-еле идет. И здесь очень хорошо видно, что она очень-очень сложная, очень тяжелая поступь такая. Все понятно, это года, все понятно, что человек в возрасте, и понятно, что, что называется, люди скажут, доживи до ее лет, потом рассуждая о тяжелой поступе. Согласен. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что за последние вот эти полтора года, с начала момента операции, как они уехали, я считаю, что она отняла у себя с десяток лет жизни. Ради чего? Завтра праздник, День народного единства. Мы празднуем единение. Вот у меня в шапке канала, посмотрите, что написано. Вместе мы сила. Все вместе. И, естественно, как в семье, большой семье, бывают и ссоры, и склоки, бывают и счастливые дни, и несчастливые, бывают и блудные дети, которые возвращаются, и не блудные, и не возвращаются. Разное все. Но мы вместе. И вот это мы празднуем. Народное единство. Многонациональная, многоконфессиональная страна, разные регионы. Разные рецепты, разный уклад. Но все мы разные, но все мы вместе. И от этого мы сильная Россия. Великая страна. И я согласен с теми, кто сегодня написал, ну что ж, вот так и Пугачевой в преддверии Дня народного единства, может быть, стоило. Были такие комментарии, скажем так, в русле сказать, вот как раз так, как я сейчас сказал. Я не могу так сказать, друзья. Я не могу так сказать по одной простой причине. Потому что, вы знаете, вот на примере Урганта я скажу. Мне кажется, всегда есть возможность поговорить с людьми. В век информационных технологий достаточно включить камеру и все. Вот то, что я делаю сейчас. И это сделать может любой публичный человек. Мы, россияне, с очень большим сердцем. И мы действительно умеем прощать. И это исторически доказанный факт. Но если с нами разговаривать по-человечески, человеку свойственно ошибаться. Это его природа. Но, вы понимаете, если человек ошибся, сделал что-то, он поговорил искренне, он извинился, ну, кто будет, что называется, да? Бросьте камень, кто без греха? Да всем они без греха. Но когда человек не хочет этих прощений, он не просит никаких прощений, не приносит никаких извинений. Я и говорю не только о Пугачу, о них о всех. Им не нужно прощения людей. Им нужно положение в обществе, должности на телевидении, в медиасфере, в шоу-бизнесе, кормушка и деньги. И знание того, что они гребут до седьмого колена, но только для себя любимых. И это все в безопасности. Там, за бугром, куда они это вывели. Вот что им нужно. Поэтому я, безусловно, за день народного единства, но только с теми, кто, даже если ошибся, он остается со своей любимой, самой красивой Россией. И способен на очень мужественный поступок просто поговорить с людьми. Не втихаря вот так. Поэтому, конечно, идеалистически можно сказать, вы знаете, ой, ну все прекрасно, все замечательно, день народного единства, мы все прощения, все. Да я думаю, вы знаете, всем по барабану уже, в общем-то, по большому счету. Люди интересуются просто потому, что это символ в определенной степени долгого времени. А так, в общем и целом, в рамках чего-то другого, сейчас более насущные проблемы. Сейчас более насущные проблемы. Поэтому, конечно, культура, это очень важно. Сейчас прочитал статью, Кончаловский говорит, мы живем в тени американской мечты. Долгое время действительно молодежь у нас опутывали этим всем. Американская мечта, там хорошо, там замечательно. Адрес электронной почты или в социальной сети свое имя и фамилию надо написать на латинице. Так прикольнее, так круче. Я вас уверяю, друзья, что как бы ни казалось, что хорошо там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Настя. Эх, печаль, что не в денег их счастье. А то я на раз-два мог бы счастье украсть. Поет рэп-исполнитель. Вот дело все в том, что для них, для многих людей, счастье, оно где-то там. Оно не там. Оно здесь, вокруг. И в День народного единства мне бы хотелось, чтобы многие-многие люди, которые сомневаются в России или для которых за границей чем-то манит. Посмотрели вокруг. И, может быть, в строениях, которые им не очень нравятся, в людях, как говорят они, агрессивных, каких-то кислых. Увидели себя в зеркале. Потому что красота в глазах смотрящего. и улыбки прохожих, и красивые здания только лишь в вас, внутри вас. Поэтому те, кто так говорит, они просто сами внутри себя такие. И когда они уезжают туда, знаете, почему у них ничего не получается? И почему там все такие же? А потому что они-то не изменились. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости в формате 24 на 7 из разных источников, фото, видео, хроника, политика с моими комментариями. Все это телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Друзья, кому надоел шоу-бизнес Пугачева, Киркорова, политика на Рутюб-канале Будда Гришна. 3-4 дня назад там вышло достаточно жесткое видео о политике. Я их буду постепенно выпускать, буду стараться так, 2-3 дня хотя бы. Поэтому, кому надоело, смотрите, пожалуйста. Хотя это часть культуры, это очень важно тоже, о чем мы говорим. Из-за порой названиями совершенно простыми я стараюсь что-то вложить более важное. Если политика, то Рутюб. Канал Будда Гришна. Буду рад вас видеть. Ставьте там класс, подписывайтесь. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.